Новое видео выходит каждый день в 20.00. Всем бонжур, а именно, хотя я же обещал более так не здороваться, просто сегодня такой день замечательный, ух, 14 марта, четверг, как же хочется сделать реакцию, а точнее ответ на ролик ИСИ о голосовом чате. Вы знаете, порой, когда задаешь человеку один очень легкий вопрос, кто самый главный самповский наркоман, зачастую человек отвечает абсолютно неправильно, ведь всем же уже давно известно, что самый лучший самповский наркоман это Сансет. Если вы знаете или не понимаете, а блять, если вы не знаете или не понимаете о чем я, то посмотрите подавляющее большинство роликов на моем канале и вы все поймете. Так вот, дело в том, что даже какой-то наркоман смог натянуть ИСю в плане использования им, то есть ИСИ читов, и тут этот читер после угроз от наркомана начал высказывать свое никому не нужное мнение. Мда. Ну ладно, давайте без долгих предысторий, а перейдем сразу к ролику. Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, ИСИ Алипсайз, и сегодня я хотел бы с вами поговорить о будущем глобальном нововведении, а именно голосовом чате. В том числе, Адванс разрабатывает эту систему, вы уже могли видеть ролик того же Митина или Малфоя, где он брал интервью у Ринга, и сами услышать, что Ринга разрабатывает голосовой чат. И сегодня я хотел бы высказаться по этому поводу, высказать свое мнение. Опять же, подмечу, что это лично мое мнение, и оно может не совпадать с вашим. Так что, пишите, что вы думаете по этому поводу, нужен ли голосовой чат или он не нужен, я все прочитаю, всех постараюсь пролайкать и по возможности попытаюсь всем ответить. Прошло как бы уже 40 секунд ролика, казалось бы, не так уж и много, но и не так уж и мало. Однако, ИСИ уже успел нам соврать, вы представляете? Нововведение, это какое-либо обновление уже имеющейся версии, где бы добавили голосовой чат. Тут же, если мы имеем в виду новую версию сампа, подразумевается полная переработка всего, что есть, с добавлением голосового чата. ИСИ, ну как так можно, в конце-то концов? Ну давайте представим, что на адванс добавляют голосовой чат. Что же будет вообще происходить на сервере? Многие думают, что все начнут играть РП, все начнут отыгрывать свою роль, что играть станет намного интересней. Но я считаю, что это будет совсем не так. Вот, допустим, давайте представим обычную ситуацию. Вы едете на машине, в кого-то врезаетесь, или вас врезаются, и вы там вылазите из машины, и начинается между вами диалог. Давайте не забывать, что основная аудитория сампа это игроки 10-15 лет, и далеко не все из них являются адекватными. И когда произойдет эта авария и начнется диалог, я думаю, он будет довольно не интеллектуальным, а просто начнется с каких-то оскорблений, по типу, я там твою мать, там твой батя, там пидорас, там... Ну, вы меня понимаете, да? И как вы считаете, это будет являться вообще нормальным РП-процессом на серверах? Я считаю, что это просто будет убиваться атмосфера. Ися, да я там твою мать, твой батя пидорас, а на самом деле, гениальное умозаключение. В Сэмпе же без голосового чата все так интеллигентно общаются, никто не ебет мамок, все РП-шат, тишь да благодать есть, да? Ися, я считаю, что ебля мамок, когда ты попал с каким-то человеком в ДТП, это более чем РП-процесс, так как в реальной жизни, если ты попадешь в ДТП, ты, во-первых, не выживешь, ты при родах не должен был выжить еще, если что, но это не важно, при ДТП ты точно не выживешь, а во-вторых, там, я тебе хочу сказать, будут ебать мамок, и в переносном смысле, и в прямом, после того, как это самое ДТП произойдет, поэтому это более чем РП-процесс. Если даже рассуждать о РП на адвансе, его как такового там вообще нет, а еще с этим голосовым чатом можно вообще будет убирать приставку РП, просто адванс, чтобы назывался сервер, и все. Но я считаю, что это не нужно, потому что дауны, типа, будут ездить на машинах, или просто, знаете, бегать, включать микрофон, и у них там будут играть песни по типу АУФ выкатываем со дворов и прочая хуйня, типа Сантиасало, АУЕ228, и кому это надо, блять? Я понимаю, да, это фан, это смешно, можно будет порофлить с этого, но это быстро всем надоест, и все начнут просто вырубать эти микрофоны, потому что все хотят просто побегать, допустим, на тех же каптах поиграть, а не слушать, как какой-то малолетний школьник врубает свои песни, или просто орет в микрофон, как ебучий обезьян. Ися, да я там твою мать, твой батя, пидорас. Ты хоть понимаешь, что с введением в сам голосового чата введут такую же возможность замутить любого человека, который тебе мешает играть? Ись, ну по такой логике, если в чат начнут писать капсом, или цитировать песни Нурминского АУФ, то тогда и текстовый чат надо выключать, ведь так, ведь там же то же самое могут делать. Или давайте представим такую ситуацию, что вы просто обычный гетто-тачер, гуляете по гетто, сами по себе там что-то развлекаетесь, мимо вас проезжает полицейский крузер. Он такой останавливается, ебать, в чат ми открыл окно, и вы просто слышите голос какого-нибудь там десятилетнего челика. Я опять же ничего не имею против этих людей, просто большинство из них являются неадекватными. И когда этот чел начнет разговаривать, как вообще полицейский может быть с таким голосом? Ну это же полный нон-РП процесс. Охуенная логика есть. А если школьник, играя за полицейского, будет неграмотно писать в чат, это же тоже нон-РП? Пока что все твои заключения ведут к тому, что чат вообще надо убрать, ведь если в чат будет говорить школьник, это нон-РП. А если в чат неграмотно будет писать этот же самый школьник, это РП, как полицейский может неграмотно писать? Ты об этом подумал? Как бы стесняться своего голоса не надо, но это будет опять же бред. Давайте даже возьмем в пример GTA 5. Многие сампитуберы делали стримы на своих каналах, где они играли в GTA 5 онлайн, и там был голосовой чат, и они отыгрывали свои роли, в том числе каких-то гангстеров в Гетто, но никто же не использует этот голосовой чат по назначению. Поначалу, да, все пытались поддерживать эту атмосферу, разговаривать именно по РП, отыгрывать свою роль, но потом, когда сервер уже превысил количество игроков, там, в 200 человек, то все стали нон-РПшить. А что будет в Сампе? Если в GTA 5, там, когда мало игроков, ну, 200 человек, по сравнению с Сампу, это типа мало. А в Сампе, допустим, вот на Advance RP Blue играет тысяча человек, там, ежедневно. И как вы думаете, что будет с этим голосовым чатом? Ну, просто, блядь, невозможно будет играть в эту игру. Я понимаю вот ситуацию, да, ты стоишь на одном конце карте, там, твой друг стоит на другом конце карте, или просто какой-то рандомный челик. Вы там достаете мобилу и начинаете звонить. Да, это РП, это охуенно, это будет круто сделано. Но когда просто ты будешь бегать, и школьники начнут включать микрофон, да и не только школьники, в принципе, все начнут врубать микрофоны, все начнут друг друга перебивать, как-то делать свои правила, это просто убьет атмосферу. Пиздец. А в реальной жизни, когда ты говоришь, тебя не могут перебить и сказать, то есть у нас тут такая диктатура, говорить только пожилой диктатор, а все остальные слушают, это наоборот будет РПшнее, когда происходит оживленная дискуссия на разнообразные темы, как, например, с ДТП, который ты привел раньше. И все начнут врубать эти микрофоны, ну, а именно звук, потому что всем это быстро надоест. Вот именно это мой прогноз. Я не спорю, может эту систему как-то круто реализуют, как-то круто сделают, поставят какие-то ограничения, ну, что можно говорить, что нельзя. Но опять же, это не для таких проектов, как Адванс, и вообще это не для проектов, в котором слоты больше, там, 300-400 человек, потому что не каждый сможет нормально себя вести. Ну, может быть, ведут какие-то правила, что можно говорить, а что нельзя. Ну, может быть, отладят систему и появится своя неповторимая атмосфера. Ну, может быть, голосовой чат полностью заменит имеющийся текстовый чат. Но понимаете, это не для таких проектов, как Адванс, и всех, у которых онлайн больше 300 человек. Браво, блять, я похлопаю, Ися, охуительно, блять, охуительно. Давайте даже разберем сторону со стороны сампьютуберов. Вот, допустим, там ютубер бегает, записывает ролик себе на канал, и просто ему все мешают, начинают все орать в этот микрофон, и ютубер просто не сможет записать какой-то контент. На стримах это одно дело, там, вы будете веселиться, и так далее, но, опять же, это заебет. Стримеры, в прямом смысле, это заебет, когда все начнут орать, просто начнет, блять, голова от этого крика, и не каждый сможет это выдержать. И, опять же, это всем все надоест. Я не спорю, нужно попробовать, нужно вводить какие-то новые обновления, которых еще никогда не было, и никто это не делал. Это можно попробовать, но голосовой чат, я считаю, что он не нужен, и можно придумать что-то более уникальное, чем голосовой чат. Ну да, то есть, как в старое доброе, в дискорде там сидеть, разговаривать со своими пацанами и братанами, или там в скайпе по видеосвязи в самп играть, ну или там по аське переписываться, чего уж там стесняться. Многие говорят, что им там заебало печатать, блять, вы че, много печатаете в сампе, или че? Я понимаю, игроков, которые там играют, они отыгрывают каждое, блять, действие, там подошел, там открыл машину, там что-то сказал, там поправил худи, когда стоишь там на худи, типа разговариваешь со своими парнями. Я понимаю, там еще может заебисто будет писать, но, блять, вы че, много пишете там на Адвансе, на Аризоне, там, или на других каких-то проектах, вы максимум прописываете какие-то команды. А я не хочу прописывать команды или просто писать в чат. Мне кажется, это пережиток прошлого, я не хочу писать, что ты скажешь на это. И да, лично я даже на Аризоне печатаю много. Мне было бы намного удобнее сказать что-то в войс-чат, нежели набирать сообщения. Вот если говорить за себя, то я бы не смог, скорее всего, выдержать эту атмосферу, если ее так можно назвать. Допустим, я бы пошел там на кап, на Адвансе, да, и за мной просто 10 ебальников бы бегало и просило, Ися, дай по один, Ися, там, дай бабла, я там зарегался на тебя, ебать, перечисли мне 50 тысяч вирт с твоего промокода. Но все же, давайте не будем загадывать, возможно, разработчики это сделают довольно круто. Это вопрос не завтрашнего дня, то есть это завтра не сделают 100%, это, мне кажется, как минимум нужно делать месяц, а то и два. Ну, а на сегодня все, я высказал свое мнение, надеюсь, вам было интересно его послушать. Всем желаю удачи. А я, в свою очередь, высказал свое мнение и сказал, почему твое мнение хуета полное. Все спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока.